Дорогие ученики, сегодняшняя наша тема шахматная эншпит. Мы сейчас покажем, объясним, как надо играть в шахматную эншпит. Наконец-то мы с вами дошли до практических позиций. Эта позиция может часто встречаться, и мы с вами узнаем, как здесь реализовывать лишнюю пешку. У белых здесь легкая победа, у них, как видите, лишняя пешка. И пешки находятся на разных флангах. Здесь достаточно простая победа, сейчас о ней и поговорим. Чтобы выиграть такие позиции, давайте запомним три правила игры в эншпит. Первое правило это активные фигуры. То есть в первую очередь активизируем короля. Но если есть ладья, то ладьё. Потому что ладья, она всё-таки сильнее короля. Как вы помните, король 4, пешки по силе ладья 5. Поэтому в начале идут, как правило, всегда активные фигуры. В то же время почти в таком же степени важности является проходная пешка. Если это проходная пешка, её можно вести, она бывает просто идёт и становится ферзём. За этим тоже вы должны наблюдать. То есть первое правило активизация фигур. Второе правило создания проходных пешек. Если есть проходная пешка, всегда за ней следите, чтобы она смогла пройти. И наконец третье правило это высоко надвинутые пешки. Чем пешки ближе к полю превращения, тем они сильнее. В эндшпле это важный момент. Пешки нужно максимально высоко надвинуть. И сейчас мы с вами, используя эти три правила, выиграем легко эту позицию у чёрных. Что сперва мы делаем? Сперва мы улучшаем своего короля. Максимально пытаемся улучшить свою сильнейшую фигуру. Как видим, что проходную пешку мы создать не можем. У нас просто сидят. Поэтому улучшаем своего короля. Улучшаем короля. Видим, что нам мешают. Боремся с помехой, чтобы улучшить своего короля. И теперь показываем о том, что готовы создать пешку. Но тут в целом это не создание пешки, это в целом передать ход. То есть запасной ход, где мы хотим, чтобы чёрные отошли. И мы в итоге своего короля улучшили. Чёрным ничего не остаётся. Они всё время вынуждены отвлекаться на пешку G. Так как она может всегда пойти вперёд. Поэтому вынуждены чёрные отходить. И мы своего короля максимально усиливаем. Дальше. Когда мы усилили свою короля, то мы можем уже в принципе заняться созданием проходной. Надвигать пешку G. Но не надо спешить с этим. Если позиция идёт без риска, как в данной ситуации, то полезно сделать ходы, которые вашу позицию улучшат. Например, это высоко надвинутую пешку. Вспоминаем третье правило. И максимально надвигаем пешки. По максимуму надвигаем пешки. И не меняемся. Помним то, что размены выгодны защищающей стороне. Поэтому мы здесь стараемся не меняться, если есть такая возможность. Либо мы что-то не выиграем после размены. Здесь мы не меняемся. Почему? Потому что когда у нас есть лишняя пешка, то ключовый момент какой? Мы эту пешку создаём проходную. Эта проходная пешка, она отвлекает вражеского короля. После чего мы просто своим королём бежим к пешкам. На другом фланге их съедаем и выиграем барж. Вот наша планка, когда есть лишняя пешка. То есть мы должны создать проходную, чтобы отвлечь вражеского короля. И своим королём приближать и съесть пешка на другом фланге. И при этом здесь мы должны действовать аккуратно. Потому что у соперника видим, что есть пешка. Её нужно обязательно где-то съесть, чтобы не было угроз создания ему проходных. Чёрные здесь ничего не могут сделать. Стоят на месте и мы здесь готовы создать проходную. Можем пойти G4. Это тоже будет победа. Но точнее создать проходную наиболее отдалённую от короля. Вот ход H4. Такой вот есть ход. Почему? Потому что здесь мы после хода G4 создали проходную пешку H. Маленький нюанс. В этой позиции он в принципе не обязательно. Но в целом он достаточно полезен. И в каких-то позициях он будет просто единственный способ выиграть. Почему? Чем дальше проходная от основного места сражения, тем соответственнее дальше будет король. Таким образом мы отвлекаем вражескую короля от своих пешек от главной игры. После чего, как вы помните, пешку не надвигаем, а просто бросаем её на произвол судьбы, чтобы своим королём прорваться. Королём прорываемся и съедаем пешку, выиграем партию. Таким образом давайте запомним три правила, как вообще выиграть. Не надо спешить здесь, не надо здесь сразу надвигать пешки, либо бежать королём. Здесь сперва идёт активность своих фигур. Активизируем своего короля. Как правило где-то в центре наиболее сильная имеет позицию. После чего готовы создать свою проходную. И перед тем, как создать проходную, её отдать, чтобы отличить короля, максимально улучшим позицию с помощью надвижения своих пешек. Чем пешки дальше надвинуты, тем они сильнее. И после чего уже легко выиграем партию. Создали проходную, отлетли короля соперника. И после чего здесь мы поели пешку. Вот три правила. Активизация фигур, создание проходной пешки, высоко надвинутые пешки. Максимум их надвигаем, чтобы они были наиболее сильными. И рассмотрим сразу же второй пример. В втором примере здесь мы видим, что у нас лишняя пешка. Но король чёрный даже чуть поактивнее, чем король белых. И чёрный король сдерживает белого короля. Но как вы знаете, что если есть лишняя пешка, то она имеет возможность, что создание проходной. Активизировать король не можно, будем создавать проходную. Но будьте внимательны. Везде есть всякие риски. То есть здесь видим на том, что есть пешки H и G. Ну и пешка H, она не может быть проходной, потому что она стоит перед пешкой другой соперника. Есть только пешка G. Пойти она вперёд не может, её съедят. Значит нужно подготовить. И многие тут безумно сделают ход H3. Сделают H3, съедя и G4. Но их ждёт разочарование, так как будет ход H4. Называется фиксация пешек. После чего здесь пешка G2, она становится отсталой пешкой. Она не может пойти вперёд. Её съедят. Что на одну клетку, что на две. Есть такой приём, как вы знаете, взятие на проходе. Поэтому, увы, белые здесь вместо победы довольствовались нищие. Но если подумать, то, конечно, здесь белые легко выигрывают. Не нужно спешить, в принципе. Если вы атакующая сторона и видите, что угроз никаких нет, то спешить не надо. Сделайте чуть-чуть помедленнее, но сделайте это правильно. G3, и теперь уже после хода G3 есть ход H3 и G4. У чёрных нет возможности эти пешки как-то остановить. То есть чёрный король вынужден отвлечься. Мы с этим пешкой проведём свою. Таким образом, здесь, когда лишняя пешка, спешка ни к чему. Главное, спокойно улучшать свои фигуры. Запомним три правила. Первое правило. Активизация фигур. Всегда смотрим, чтобы у нас была активная фигура, активный король. Если это пешный янчбер. Второе правило. Создание проходной пешки. Чтобы иметь возможность отвлечь вражеского короля и сделать из него активного, например, пассивного. И третье. Высоко надвинутые пешки. Чем пешки у нас дальше надвинуты, тем они становятся опаснее. И таким образом, когда мы подойдём к пешкам соперника и все сидим, наши пешки окажутся ближе к полю превращения и ближе к нашему королю. Поэтому используйте эти три правила. Повторю ещё раз. Активные фигуры. Создание проходной пешки. И высоко надвинутые пешки. То мы легко будем выигрывать партию. И с реализацией у нас не будет проблем. Продолжение следует... Продолжение следует...